Время новостей на телеканале Север. С вами в студии Илья Сахаров. Здравствуйте. Глава региона Александр Цибульский и президент Паулу Койл Вагит Оликпиров обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия администрации НАО и нефтяной компании в рамках соглашения о социально-экономическом развитии Ненецкого округа. Встреча состоялась в рамках визита Вагита Оликпирова в столицу региона. Временно исполняющий обязанности губернатора НАО Александр Цибульский в интервью региональным СМИ дал высокую оценку взаимодействия одного из крупнейших налогоплательщиков региона с администрацией округа. Как отметил глава региона, в прошлом году доходы от деятельности компании в бюджет округа превысили 5,5 миллиардов рублей. В этом году уже больше миллиарда заплачено в бюджет нашего округа. Кроме того, компания выполняет большое количество проектов по социально-экономическому сотрудничеству. Здесь и строительство социальных объектов, и поддержка наших инициатив. Такие вещи связаны с поддержкой наших и оленеводов, и удаленных. Поэтому мы, конечно, считаем, что сотрудничество округа с компанией «Лукойл» находится на высоком доверительном уровне. В 2018 году компания «Лукойл» намерена продолжить совместную с руководством региона деятельность по поддержке проектов области здравоохранения, образования, культуры и спорта. В свою очередь, президент Паул Лукойл Вагит Аликперов, отвечая на вопрос журналистов о перспективах дальнейшего развития ресурсной базы в регионе, назвал историческим событием подписание в рамках Петербургского международного экономического форума соглашения о намерениях совместно с «Газпромом» реализовать проект освоения Ваневийского и Лаеворского месторождений в Нинецком автономном округе. Писали историческое, считаю, соглашение с «Газпромом» о создании совместного предприятия группы месторождений Лаеворской группы. Это действительно масштабный проект, который будет требовать колоссальных инвестиций, и он даст толчок к развитию юго-запада Нинецкого автономного округа. Мы делаем хорошее открытие на Командиршовском месторождении, то есть у нас достаточно здесь большая перспектива, то есть я надеюсь, что вот эта удача в Белгоразведке нам будет сопутствовать не только в 2018 году, но и все последующие годы. В рамках рабочего визита в столицу региона президент Паул Лукоил Вагит Олег Первов посетил теннисный корт Дворца спорта «Норд», который был построен на средствах нефтяной компании и принял участие в торжественной церемонии открытия соревнований. Как отметил президент Паул Лукоил, в приоритетах компании поддержка спорта как профессионального, так и любительского. Мы всегда принимаем активную часть вместе с администрацией в создании материальной базы для спорта. Это в первую очередь здоровье населения, особенно населения моногородов. Это привлечение молодых людей к активному отдыху. И это, в вторичном итоге, стабильная социальная атмосфера в наших городах, на тех территориях, где компания ведет свою деятельность. Это и авторитет компании социально ответственного. Для оснащения материальной базы самого северного теннисного корта Вагит Олег Первов подарил теннисную пушку. Анастасия Сабатович, Ирина Нежалова, Иван Никонов, Владимир Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова